На её маленькой обсыпанной чернильными пятнышками ладони лежал мраморный кусок сала, чуть розоватый, с тёмно-красными прожилками, а к серебристой кожице с лиловатым ветеринарским штампом ещё прилипли клочки газеты, в которую это сало было вёрнуто. — Ну, хочешь есть? — спросил Лора. — Хочу, — ответил я. — Я тоже, — сказал Лора. — А хлеб у тебя есть? — Нет. — Ну, у меня тоже нет. — А нож? — Нет. — Тогда будем кусать по очереди. Кто первый? — голос девочки сразу стал деловатым. — Ты, женщина, ты первая, — буркнул я. — Мёрзлая, — зубы ломит, — сказала девочка, протягивая мне кусок сотиском своих зубов. Я так и впился в сало, перемалывая его зубами и глотая вместе с газетными буквами. За шматок сала такой же величины наш сосед по четвёртой Мещанской, тихий бухгалтер Дубинский, отдал старинную музыкальную шкатулку, изнутри которой на крошешном облупившемся коне с отломанным хвостом выскакивал крошешный гусар в фарфоровом алом ментике, скинув фарфоровую позолоченную трубу, откуда раздавались тоненькие, а всё-таки победные звуки. — Кусай, кусай ещё, не стесняйся, — сказал Лора. — Ты больше меня, и тебе больше надо, хотя ты помоложе. Тебе ведь, насколько я знаю, десять. Она испытующе посмотрела на меня, как будто догадываясь, что я обычно прибавляю себе год. А мне всё время хотелось побыстрее постуреть, но не получалось. Правда, долговязость всё-таки взросла.